Наша с вами первостепенная задача! Это я что-то Наполеона врубил, сорян. Друзья мои, я вас безусловно приветствую. В этом видео отвечу на вопрос от одного из пользователей таких потрясающих телефонов, как Xiaomi. Кстати, я буду показывать на примере Xiaomi Redmi Note 8 Pro, но вы можете использовать вообще любую модель Xiaomi. Сработает почти везде, за тем лишь исключением, что выполняться, да, тот пункт меню будет искаться по-другому немного. Но я вам покажу, если у вас не так, как все у меня, это ничего страшного, вы все найдете, поверьте, сейчас все будет. Значит, как включить разделение экрана на телефонах Xiaomi? То есть, другими словами, это чтобы вот, допустим, когда вы хотите посмотреть вот здесь YouTube, что был, а вот здесь, к примеру, Instagram, да, или что-то еще, неважно, любое приложение. Как этого добиться, что делать, в этом видео я покажу. Ну, а вы от себя, давайте так, я, как всегда, вам помогаю, все объясняю, рассказываю, а вы, ну, не поскупитесь на свой лайк, это же несложно, да. Мне очень реально помогает в продвижении канала, к тому же видео такие полезные, пускай все знают, как что делать. Во-первых, мы с вами отправляемся в настройки, я думаю, все знают, где находятся настройки. И, как я и говорил, вот универсальный способ, да, у вас MIUI, у меня, допустим, 10, кстати, на 11 уже прилетело обновление, а у вас другая версия MIUI, у вас все по-другому, да, ничего страшного. Мы идем, вот, поиск, поиск, видите, вот, строка такая, вы нажимаете туда, и там пишите такую простую фразу, смотрите. То есть, вы пишете разделение экрана и входите в выпадающий пункт, который вам предлагает ваш телефон, и здесь обнаруживаете следующее меню. Разделение экрана, смотрите, небольшое отступление важное, то вы потом будете думать, почему у меня не работает. Во-первых, чтобы разделение экрана активировать, нужно активировать управление именно кнопками, а не жестами, да, вот, не жестами, чтобы вы управляли, а вот такими вот кнопками, навигационная панель, другими словами. Если у вас включены жесты, телефон вам, вот это меню, соответственно, автоматически предложит переключиться на управление кнопками вашими. Что нам с вами нужно выбрать? Ну, я выбрал долгое нажатие домой, другими словами, ну, сейчас покажу, все увидите, потом сами можете изменить, если вам так не нравится. Мы выходим отсюда и идем, допустим, ну, пусть это будет ютубчик, да, ютубчик, вот, ютубчик, мы хотим смотреть одновременно канал донаций, естественно, и посещать Алиэкспресс внизу, ну, или вверху, да, не важно. Отправляемся в ютубчик и удерживаем долго кнопку домой, смотрите, что появляется у нас. У нас автоматически разделяется экран, вот ютубчик, а потом, допустим, мы хотим выбрать, чтобы внизу было приложение Алиэкспресс, да, мы, соответственно, выбираем Алиэкспресс. И все, мы с вами добились того, что у нас разделение экрана, мы можем одновременно смотреть видео на ютубе, да, и пользоваться там Инстаграмом, Фейсбуком, я не знаю, чем вы хотите внизу. Давайте я для наглядности включу вот видео и, так, сейчас, так, кстати, полезное видео, посмотрите, вот, прослушивает ли ваш телефон или нет, у меня там целая серия по этой теме, обязательно посмотрите на канале. Вот, вы смотрите видео и пользуете, допустим, Алиэкспресс одновременно, классно, классно. Что делать, если мы не хотим больше использовать эту функцию, да, ну, вернее, просто хотим закрыть. Ну, вот, во-первых, вы нажали кнопку домой и удивляетесь, что теперь делать, да, так, ну, мы, во-первых, закрываем, а если, допустим, вот так вот бывает, смотрите, раз, удерживаем, Алиэкспресс, два, что мы хотим закрыть сразу, просто берем вот так вот и перетягиваем, да, наш ютубчик до конца, все, закрыли. Кстати, вы можете менять размер, да, окна, можете сделать его больше верхней, потянув вот за эту полосочку, видели, маленькую вниз, либо, наоборот, это приложение сделать больше. Потянув вверх. Друзья, на этом все, вот так вот, все просто, быстро, понятно, надеюсь, доступно, у вас все получилось, напишите в комментариях, на какой модели Xiaomi вы это испытывали, все ли у вас получилось или нет, если второй случай, я вам обязательно лично помогу, подскажу, что сделать, что в моих силах, так сказать. Ставьте лайк под это видео, если оно вам понравилось, а я думаю, что оно вам понравилось обязательно, потому что оно реально полезное. Подписывайтесь на канал, если не хотите пропускать новые видео, полезные очень по Xiaomi, с разными фишками, функциями и так далее. А также ставьте обязательно колокольчик, чтобы YouTube вас оповещал о моих новых видео, ну а мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся, но в то же время, скоро, безусловно, и снова увидимся. Увидимся!